с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 15 декабря международный день чая идея отмечать неофициальный день чая возникла в 2004 году на всемирных общественных форумах в индийском мумбаи и бразильском порту аллегри история чая насчитывает уже более 5000 лет но кто именно открыл этот любимый всеми напиток точно неизвестно до сих пор сегодня также отмечается день образования радиотехнических войск в к с россии а теперь у родившихся 37 год в этот мир приходит нейрон римский император последний из династии юлиев клавдиев фигура в истории неоднозначная тщеславный правитель отличался и грамотным видением внутренней и внешней политики и непомерным деспотизмом за жизнь он успел обзавестись тремя женами армии поклонников и многочисленными злопыхателями до сих пор исследователи не могут прийти к единому мнению в оценках личности нейрона одни его боготворят другие считают кровавым тираном 1832 год день рождения гюстава эйфеля французского инженера строителя создателя всемирно известной башни в париже которая стала одним из символов столицы франции эйфель положил начало новой эпохи в архитектуре когда здания стали украшаться функциональными металлическими элементами в качестве эксперта эйфель также состоял во многих комиссиях в том числе в той которая занималась строительством парижского метро в 1942 году рождается советская российская певица екатерина шаврина исполнительница народных песен народная артистка российской федерации единственная советская певица которая дважды выступала с сольными концертами в зале заседаний самой организации объединенных наций в 1962 году рождается игорь угольников российский актер режиссер сценарист и продюсер заслуженный артист россии теперь о некоторых событиях этого дня в 1699 году указом петра первого в россии вводится юлианский календарь ранее лето исчисления велось от сотворения мира новый год стал праздноваться не 1 сентября как обычно от 1 января 1775 год при загадочных обстоятельствах в петропавловской крепости умирает одна из самых загадочных фигур в российской истории княжна тараканова она же госпожа франк она же шел она же аллея метти она же княжна володомир с кавказа она же азовская принцесса и к тому же еще и графиня пенеберг но самое важное неизвестное выдавала себя за дочь императрицы елизаветы петровны алексей разумовского в 1774 она решила заявить о своих притязаниях на российских престол и на некоторое время нашла поддержку сторонников так называемой барской конфедерации 1840 год в париже торжественная церемония перенесения праха наполеона доставленного с острова святой елены в парижскую гробницу собора у дома инвалидов в своем завещании бонапарт писал желаю чтобы прах мой покоился на берегах сены среди французского народа который я так любил воля императора была исполнена только через 19 лет церемония сопровождалась исполнением моцартовского реквиема прах наполеона был замурован в шесть гробов а затем в большой саркофаг из красного порфира вечный сон императора сторожат 12 побед 12 скульптур богини победы ники каждая из которых символизирует одно из 12 крупнейших сражений которые бонапарт выиграл гробница наполеона долгое время была местом паломничество для французов 1875 год в парижском журнале воспитание развлечения ориентированном на молодых людей была опубликована третья последняя часть печатавшегося с 1 января 74 года романа жюля верна таинственный остров а сам этот роман свою очередь представлял собой заключительный том приключенческой трилогии первая часть которой дети капитана гранта вышла в 1867 году а вторая 20 тысяч лье под водой в 1869 1923 год в чешском городе плизень а была зарегистрирована эмблема автомобиле строительные фирмы skoda крылатая стрела с пятью стилизованными перьями и словом skoda внутри круга в 1964 компания самый крупный индустриальный комплекс социалистической чехословакии а в 90-м перейдет под контроль немецкой автопромышленной группы volkswagen 1963 год 15 декабря советскому вратарю льву яшину присуждается золотой мяч и титул лучшего футболиста европы хотя к этому времени не все матчи складывались для советской легенды удачно золотой мяч вручали по итогам голосования 21 журналиста из 21 страны уефа которые не всегда могли живьем оценить игру претендентов и ориентировались порой на отклики коллег именно поэтому можно утверждать что матчи в риме и лондоне и рецензии на его игру от западных журналистов пригодились яшину в борьбе за награду советский вратарь получил в голосовании 11 первых мест от ссср фрг франции венгрии болгарии люксембурга польши португалии греции чехословакии и югославии 1972 год начат выпуск одного из лучших советских автомобилей повышенной проходимости уаз 469 который собирался на ульяновском автомобильном заводе он создавался специально для использования в армии советский внедорожник имел полный привод двигатель объемом два с половиной литра и мощностью 72 позднее 80 лошадиных сил который разгонял автомобиль до 100 километров в час в 1973 гражданский уаз 469 без лебедок и цепей в горах прельбрусе поднимается на высоту 4200 метров менее чем за 40 минут это рекорд до сих пор не превзойдены ни одним автомобилем ходовые возможности машины были поразительными а без движить ее могли лишь чрезвычайные обстоятельства уаз 469 использовался как командирский автомобиль перевозил офицеров от майора до полковника даже в мою военную молодость за свою симпатичную пёсью мордочку машина получила в народе кличку бобик автомобиль экспортировался в 70 стран мира а общий выпуск за 30 лет составил более двух миллионов экземпляров 1973 год в нью-йорке представлена самая длинная опера жизнь и времена иосифа сталина композитора роберта уилсона опера состоящие 7 актов шла 13 часов 25 минут в бруклинской академии музыки режиссер один из самых высокооплачиваемых режиссеров мира известен тем что ставит спектакли с участием онкологических больных на последних стадиях болезни глухонемых парализованных пациентов психиатрических клиник это опера не единственный рекорд режиссера самый дорогой спектакль тоже его он стоил по разным подсчетам от 14 до 25 миллионов долларов а в иране он смог поставить спектакль который вообще шел 7 дней ну еще в одном событии подробно 1938 год при испытании нового скоростного истребителя и 180 конструкции николая поликарпова погибает 34-летний валерий чкалов герой советского союза первый человек без посадки перелетевший из москвы ванкувер через северный полюс роковой полет проходил над московским центральным аэродромом при 24 градусном морозе уже при заходе на посадку двигатель переохладился и заглох чкалов пытался дотянуть до аэродрома но уже на подходе видя что самолету не перелететь жилые бараки резко отвернул штурвал и врезался центропланом высоковольтную опору пилота выбросила из кабины он упал на земли и ударившись а металлическую балку разбил голову упадем хоть чуточку дальше через два часа валерий палыч скончался в боткинской больнице последствия на месте падения машины на хорошевском шоссе установили памятный камень версии о подстроенной кем-то специально гибели чкалова достоверных подтверждений пока не находят с вами был николай пивненко в проекте дата дата